Привет, друзья! Интересную вещь расскажу. Энергоэкономика личности. Значит, что такое добро и зло. И это к науке человечности. А вопрос сегодня такой. На чём легче вам сосредоточиться? На том, что вам интересно, или то, что неинтересно? Ну, конечно, легче сосредоточиться на том, что у вас вызывает интерес. Ну, например, на то, что у вас болит, ну, образно говоря, или физически. Вот нога болит, и хочешь не хочешь сосредоточиться на этом. Или, допустим, вы думаете о девушках, ну, болит, да? И вы поэтому всегда видите девушек. Да, вам на этом легче сосредоточиться в картинках там, или на чём реклама вся построена. То есть речь идёт о том, что резонанс должен быть. Потому что, когда тебе даёт какой-то объект, например, представь себе, что при ключевом стресс-тесте вот объект, да? Да, что твои руки расходятся легко в сторону, расходятся. А ты не можешь сосредоточиться, допустим, у тебя не получается. Тебя всё время что-то выбивает оттуда. Потому что ты в таком состоянии сейчас находишься, когда вот это действие совершенно не резонирует своим текущим состоянием. Почему, например? Ну, допустим, ты не выспался. У тебя напряжение выросло. Потому что питания не хватает, клетки мозга, они работают с напряжением. Отсюда и выгорание, и износ, и так далее. Напряжение выросло. Ну, ты не спал, не спал, а потом пробуешь делать, и у тебя хуже получается, конечно. Теперь выспавшийся человек. Пробует, у него лучше получается. Или, например, шея у тебя заблокирована, напряжение. Ты пытаешься делать, а у тебя не идёт. Потому что конкурирующий сигнал. Поэтому приходится мозгу тратить больше энергии на то, чтобы убрать эту конкуренцию и согласовать внутренние процессы. Ну, или, например, ты не подобрал образ синхронной текущему состоянию. Ну, подобрал вот здесь, например, что магниты. А, это раз и пошло магниты. Или другой соответствующий образ. Я сейчас не говорю о том, что принцип ключа – это вообще-то стратегия. Это подбор приёмов путём перебора по зелёной зоне. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о энергоэкономике мозга, личности. На чём она построена? Она построена на том, что, в принципе, человек – целостное духовно-физическое существо, то есть у него всё согласовано, психические, физиологические процессы, всё должно быть целостно, и поэтому резонанс, допустим, действия с текущим состоянием, синхронность, соответствие, если есть это соответствие, энергия не тратится. Потому что резонанс мы знаем, там пояс идёт, а стёкла дрожат. И вот эта передача, вот этого дрожания, пояс там идёт. То есть эта энергия как бы не затрачивается. Поэтому резонанс. А у нас называется синхронизация. Ну, это, в принципе, я вас просто настраиваю на то, чтобы вы понимали, что в разных явлениях одни и те же механизмы. И вот поэтому, если человек пробует делать упражнение ключевого стресс-теста, почему он называется стресс-тест? То есть он показывает, тебе много надо на это сил потратить, то есть энергии затратить, чтобы у тебя получилось. Ну, а если ты не выспаешься, у тебя мозг всё время работает на восстановление энергии, а не на то, чтобы ты от этого процесса отвлекался и пробовал ещё дополнительно напрягаться. Конечно, тебя оттуда вышибает. Поэтому люди, которые пытаются делать какую-то работу, а их всё время что-то отвлекает, и всё время хочется переключиться. Потому что их вышибают, как пробка из шампанского. Почему? Мозг не настроен на эту деятельность. Недоспал, например, или шея болит, или ещё что-то такое. Я примеры просто разные могу приводить. Но главное смысл. Вас вышибает из деятельности, которой вы хотите заниматься, или вынуждены, или надо заниматься. А вас всё время отвлекает на что-то, потому что мозг не хочет тратить избыточную энергию на её выполнение. Потому что закон сохранения энергии, так природа нас устроила, что мы всё время стараемся поддерживать у себя баланс, а не затрачивать всё время на то, на другое, на третье. Если вам что-то не нравится, значит, это вам не соответствует. И поэтому, либо вы уберите конкуривающие сигналы, выспитесь, например, разомнете шею, снимите другие зажимы, сделайте раскрепощающие действия, которые вам соответствуют, которые вам приходят прямо по душе. Вот сделайте разминочку небольшую, и уже у вас пойдёт. Это ключевой стресс-тест. Ещё я хочу сказать, что такое добро и зло. Я думал, думал очень много, думал, что ж такое зло, добро, смотрел эти заповеди, я смотрел, что лежит в основе религии, я смотрел это древо познания добра и зла, о чём это вообще-то. У меня своё мнение по этому поводу. Можете соглашаться, можете нет. Но это моё личное мнение. Смотрите. Есть два края. Жизнь и смерть. Ну, что больше может быть? Ну, конечно, жизнь и смерть. И вот что работает на логику жизни – это добро. Да, если вы глубоко проанализируете всё, окажется, добрые поступки – это те, которые соответствуют природе человека, которые помогают ему жить, которые помогают ему делать добрые дела, учиться там и так далее. А зло – это как раз таки логика жизни всегда стремится против логики смерти. Зло – это то, что противоестественно. То есть, то, что нарушает законы природы, то, что сокращает жизнь, то, что против жизни. Значит, жизнь является критерием. Самым главным критерием – жизнь. И вот то, что противоречит жизни – это зло. А то, что поддерживает жизнь – это добро. Вот я, например, добрый. Поэтому мы создали школу «Человек будущего». Поэтому там занимаемся развитием человеческих качеств. Потому что, в первую очередь, там всё переживание, любовь, доброта, чувство бесценности живого, сотрудничество. А это как коллективный разум, чтобы, понимаете, вот один другой, чтобы поддерживал, любовь к ближнему. Да, но там много чего человеческих качеств. Поэтому я начал с того закона сохранения энергии, на чём легче и на чём труднее сосредоточиться. А в конечном счёте всё это связано с этим, что закон сохранения энергии в конечном счёте. То, что ты делаешь, то, что с тобой резонирует, требует меньше всего энергии, значит, ты её у себя сохраняешь, жизнь сохраняешь. Потому что твоё количество энергии, если можно сказать количество, это условно энергоёмкость твоя, которая в тебе есть, задана тебе митохондрами генетическими. И она не бесконечна. В общем, в чём дело. И поэтому, когда ты совершаешь действия синхронные своему текущему состоянию, а это ты можешь наблюдать и вспомнить в любимом деле, например, времени не замечаешь. Потому что там нету как раз затрат энергии. И поэтому ты это делаешь легко, и всё хорошо, что сделано с любовью. Вот же критерии какие к науке человечности. Поэтому я вот начал на чём легче сосредоточиться, показал ключевой тест, объяснил быстренько, почему не получается. Вот мы работали с человеком. Он говорит, ну не выходит и всё. Я ему говорю, может, ты не выспался? Он говорит, да нет, я вроде сплю нормально. Короче говоря, мы с ним сделали разгрузку, он делал разгрузку, и вдруг начал зевать. Я говорю, что ты зевать? Не знаю, спать хочет. Значит, хотел спать. Но не замечал этого, а был задействован. Он был задействован. А организм требовал сна. Клетки мозга должны были получить кислород, баланс запас писательных веществ и так далее. А он делает ещё стресс-тез, и туда тратит энергию. А туда его выбивают, и у него не получается, естественно. И вот он захотел спать, и он расслабился. Я говорю, ну теперь попробуй. И вот. Вот оно как. Понимаете, мы часто не замечаем, мы не замечаем, не осознаём, что мы просто истощены. У кого-то страхи, паники. Слушайте меня внимательно. В этот момент, когда страх, паника, а у вас в этот момент спазмы сосудов, у вас кислорода в клетках мозга не хватает. А может быть, вы в этот момент знаете, почему у вас тревожность выросла? Потому что наступила минута истощения, а вы этого не замечаете и продолжаете действовать. Например, дома чувствуете всё нормально, вы тратили меньше энергии, да? Вот у вас дома папа, мама, дети там и всё прочее. Вы знаете, что если что случится, вам помогут. Вот вы же на улицу идёте по площади, а там надо напрягаться. Ориентироваться к координации уже может стать больше энергии. У вас раз выросла тревожность. Правильно? Конечно. А как же? Энергии больше тратите? Открывал уже секрет? Ещё раз открою. Почему вот эти вот неприятные называются, негативные называются? Почему называются негативные? Что является негативным? С точки зрения меня, специалистов по психофизиологии, философа и так далее, эмоции назвали негативными, потому что они больше энергии потребляют, истощают нашу жизнеспособность. Поэтому они названы негативными. Но там, когда их называли негативными, конечно, не знали, что это связано с энергоэкономикой личности. Они не знали о законе сохранения энергии. Они просто то, что неприятно, назвали негативными. Страдания там и прочее. А на самом деле страдания, почему? Это индикатор внутри мозга. Чем страдательнее, значит, внимание, чем страдательнее, чем страдательнее, тем больше энергии потребляется, тем вы больше обесточиваетесь. А запасы у вас ограничены. Поэтому они назвали негативными. Я вам такие открытия делаю, такие вещи открываю. Скоро мы все проснемся, поймем, что такое наука. Вот таким образом, друзья, кто не подписан на канале YouTube, подпишитесь. Ролики будут выходить следующие, следующие. Будет все интереснее и интереснее. Почему страдательнее получается, почему, как найти себе другие приемы, как подобрать себе исключительно те, которые вам синхронны к текущему состоянию, и поэтому вы не тратите энергии, и поэтому вам легко на них сосредоточить. Но это все будет. До встречи, друзья. Продолжение следует...